Слава нашему Господу И было напомнено, что в этой главе, которая была прочитана Ибо вы вкусили, как благо Господь Действительно, оно так и есть Каждый из нас вот кушает эти благословения Господни И мы, сколько должно быть благодарна нашему Господу, что Он благословляет нас Выходит на встречу в нуждах, переживаниях И я думаю, что каждый из нас нуждается в помощи Господней Я бы сегодня хотел вместе с вами порассуждать на такую тему, как Царствие Божьей силы уберется И употребляющие усилия восхищают его Знаете, даже взять по плоской жизни, плоской работе Вот сколько мы прилагаем усилия где-то на констракшену Или братья тракисты, ну не важно где Каждый старается, чтобы вот двигать вот эту нашу работу Чтобы и зарплату получать, и все выше двигаться, чтобы получать то, что мы хочем И насколько мы, бывает, прилагаем усилия Даже, может быть, чрезмерно много прилагаем усилия для того, чтобы достигнуть какой-то цели И я думаю, в нашей духовной жизни тоже получается, что у нас есть цель Перед каждым из нас И дал бы Господь, чтобы эту цель мы достигли Потому что вот написано, что Царство Божье, оно с силой берется И вот насколько Иисус Христос напоминает для того, чтобы мы почувствовали это И даже в наше духовное состояние взять Что насколько важно, чтобы мы брали то усилие для того, чтобы получить то спасение, ту жизнь вечную Сегодня, знаете, может, десятки лет назад, может, что-то было легче Но сегодня особенно, достаточно тяжелое время для каждого из нас Именно по духовной жизни Я бы хотел в основном, ну, как бы, внимание обратить на духовное состояние человека Поскольку нужно прилагать усилия, чтобы в последствии получить Царствие Божье Вот эти девы, которые было и десять, из них пять было мудрых, пять неразумных Мы видим по той ситуации, что, наверное, усилия принимали все Потому что и в тех неразумных дел у них тоже было немножко масла Но не хватало И мы видим, что когда жених замедлил, задремали, уснули И когда раздался крик, вот жених идет, то все встали Те девы, пять мудрых дев, у них поправились светильники и вышли навстречу жениху Но мы видим те девы, которые были неразумны Не знаем, почему так названо, но видно, что во всем этом, что они потеряли Что они не достигли, вот, наверное, зато и названо, что они неразумны Они начали поправить свои светильники, обращаясь к тем девам, у которых было масло Но те мудрые, они отвечали, чтобы не случилось и у нас, и у вас Давайте вы идите и покупайте нам, ищите себе Но мы видим, что время уже не было на то, чтобы искать, идти, купить и так дальше Вот в нашей жизни есть ограничения для того, чтобы мы сделали запас тот Который нас приведет в будущность Приведет туда, чтобы получить то Царствие Божие И как бы хотелось для нас всех, чтобы достигнуть это все Потому что время достаточно тяжелое Время такое, что мы много раз больше думаем за плотское, чем за духовное Это не секрет, бывает такое И дал бы Господь, чтобы нам действительно обратиться к нашему Господу Потому что у Него есть сила У Него есть все необходимое для того, чтобы нам идти за нашим Господом Чтобы идти и славить Имя Его Святое, потому что Он достоин славы И знаете, часто, как и прошлую субботу было напомнуто много Братья напоминали из-за хор И я бы хотел тоже обратиться, как бы не то, что хвалить, чтобы не перегибать сильно Но я бы хотел уникнуть вот это все Потому что братья часто напоминают Приходите и приходите И мы видим, как-то немножко так одинаково все идет Но может кто-то думает, что это так все легко бывает Я бы хотел, чтобы, может, если кто-то так думает То прийти, допустим, в вторник прийти сюда, посмотреть, как все происходит Сколько времени надо уделить, сколько надо постараться Принять усилия, я поддерживаю их хористов Потому что это надо усилия принимать для того, чтобы прийти сюда и спеть Хор – это лицо нашей церкви Вот приходят гости примерно к нам еще Ну, на ряды так не смотрят сильно, но на хор в первую очередь И как бы хотелось, чтобы там было побольше наших братьев и сестер Чтобы пели, проставляли им нашего Господа Мы то пением общим помогаем им, но все-таки надо бы туда И если у нас где-то есть талант, и мы его скрываем Разве будет это похвально для нас? Я думаю, что нет Если мы чувствуем и видим, что у нас где-то там есть талант пения А мы его там прикрываем, не будем, потому что один раз пойдешь в хор И потом тяжело отъезжаться туда И вот мысли идут, незачем туда идти И дал бы Господь силы, чтобы не только хор Мы видим, сколько у нас групп есть, что стараются принимать усилия Этой силы, чтобы подготовить себя Чтобы подготовить для проведения служения И дал бы Господь, чтобы мы ценили это все И я бы хотел, чтобы мы подумывали над этим всем Потому что есть даже написано Входите тесными ватами, чтобы получить спасение Чтобы получить тот Царство Божие Знаете, широкой дорогой легко идти Там никаких ограничений нет Идешь куда хочешь, смотришь куда хочешь и так дальше Там нет никаких ограничений И написано, что многие идут этой дорогой И как это опасно Но чтобы, допустим, идти узким путем Надо много усилия Надо постараться, чтобы Или в хоре, или в группах, или проповедников Кто бы не был, даже в рядах сидеть Чтобы не промолчать Чтобы молиться за проповедников Чтобы молиться за хор За всех Тоже обязанность большая Потому что, как один проповедник напомнил, что Я чувствую по залу, куда люди молятся И Господь дает слово Господь вот как бы в уста проникает И дает то, что необходимо для народа Оно так и есть Если наше молчание, оно как бы не достигает этого То я бы попросил, чтобы мы были все внимательны Независимо, где мы сидим Но чтобы молиться за устройство нашего служения Потому что, что важно То не только, чтобы, ну как бы так провести Просто и все Но Привести можно пример Вот Не подготовился в ход Пришло служение Что сделать, чтобы как-то было служение провести И зато хориста наши Пусть Господь благословит Он немного сил, много времени теряет на это все Для того, чтобы принять вот это решение Чтобы благородить нашего Господа Чтобы было все для славы нашего Господа Потому что я именно хочу Как бы внимание обратить Вот на Царствие Божие Потому что хористы Они по-своему зарабатывают Вот проповедники Поющие группы И так дальше Мы видим, что на сегодня открыто все Мы видим, что открыто вот Инструментов музыкальных много есть Но надо желание Вот где-то может, где-то что-то Там где-то есть чуть-чуть Но надо бы проявить себя Чтобы действительно У нас здесь музыкальная комната И там есть много музыкальных инструментов Уже закупили То как бы хотелось Чтобы была вот живая группа Которая не по фонограмме Как бы каждый раз может быть Я не против этого Но как красиво было бы Чтобы была и музыкальная группа И хор, и группа Это было бы очень прекрасно Но на это надо принять усилия Силы набраться для того Чтобы это все созидать Потому что Если остановиться Так мы знаем даже По жизни бывает Что Как легко разрушать Как легко Кто-то сделал что-то А со стороны прийти и разрушить Это самое легче Сказать слово какое-то Не в ту тему Не так сказал и так дальше А вот Чтобы поддержать Чтобы благословить на это все Вот это надо силы набрать Это уже надо Потому что Даже Если мы так смотрим По жизни Это все Я хочу просто сегодня Вместе с вами Порассуждать на то Что нас сопровождает В жизни Вот даже Вот взять терпение возьмем Сколько надо сил Чтобы где-то что-то потерпеть Может С одной стороны кажется Что Ну брат совсем не понимает Не может ничего сказать Это не все Вот брат который может Не сказал то Что бы может Хотелось сказать То молчание вот это То не значит Что он ничего не понимает Ничего не знает И я бы хотел Чтобы мы сегодня Вот даже вот это терпение Сколько раз бы надо В чем-то потерпеть И потом После всего Куда мы это не сделали Сколько Есть разных разногласий Сколько есть Разных проблем И это не только Вот терпение Но Как один брат напомнил Что Вот терпение Молчание Оно как навес золота Нам кажется Что ну почему так Ну Есть на душе Выскажи все И готов Но это не так Мы должны Думать на всем Если мы хочем Попасть туда Что обещал Для нас Господь Мы должны действительно Подумать над собой Подумать Что можем говорить Что нельзя говорить Есть какие-то рамки Есть границы Что мы Можем сделать Можем не сделать И если мы Где-то что-то Перетерпели Как Апостол Павел Напоминает Что есть И терпение И долготерпение А это все Сохраняется для того Чтобы мы имели Доступ Свободный В ту будущность И хотелось бы Действительно Что только нет терпения Это много чего есть В Библии И уважение К ближнему Сколько у нас бывает Такое что Брадович часто Напоминает Чтобы уважать Мнение другого И как бы хорошо Чтобы это было Потому что За этим всем Стоит то Что нам Много раз становится Преградой Для того Чтобы прийти туда До нашего Господа Есть написано Что Проходите тесными вратами Потому что Узок Широкий путь Ведущий к Пугвебели А узок Путь ведет К Царствию Божьем Оно так и есть Что Если мы В чем-то Контролируем себя И делаем Такие ограничения Для себя Оно намного легче Намного лучше Конечно Может Самым нам тяжело Принести это все Потому что Бывает где-то Такая ситуация После всего Что Хотелось сказать А дьявол подходит А почему Ты так не сказал А почему Вот это Ты не сказал А потому что Бог дал силы Чтобы где-то В чем-то Ограничить себя И Как бы Хотелось Чтобы оно Работало В наши сердца В нашей церкви Потому что Наговорить Где-то Что-то сказать Очень легко Но Последствия Какие есть И даже Вот проявить Любовь к ближнему Как уважение К ближнему Любовь к ближнему Даже если Написано Мы читаем Мы читаем Курин Уфтяна В 13 главе Есть написано Такие слова Что Любовь долго терпит Милосердствует Любовь не завидует Любовь не превозносится И не гордится Мы видим Что Вот без этого Если нас этого нет Значит мы не можем Достигнуть Царствия Божьего Вот это все Должно жить в нас Потому что Любовь не гордится Это тоже Важное И И долготерпение И милосердие И Не завидуйте Как есть написано И сколько там Из разного Перечисливается И чтобы Нам взять Сердце наше Чтобы оно Руководило нами Все время Не только Здесь Служению Но и Повсидно В нашей жизни И каждый Я думаю Из нас Старается К этому И старается Для того Чтобы Каждый раз Нам напоминают Чтобы получить Спасение Для чего Вот сегодня Время благоприятное Как сегодня И братья напоминали Время благоприятное Для нас Не знаем Что будет завтра Оно может В любое время Поменяться И вот туда Еще И любовь Если придет Тяжелое время Вот тогда Еще Любовь Будет испытана Еще больше Вот если При хорошем Времени Мы не сможем Вот проявить Такую любовь До ближнего И терпение И так дальше То Как быть Куда приходит Тяжелое время Вот наши братья И уже нет Живых Сколько раз Они напоминали Сидели в тюрьмах Скрывались Где-то там В потаемных комнатах И так дальше Время было Тяжелое И А сегодня Совсем другое время Совсем другое Потому что Нас никто Не гоняет Никто Не преследует Сколько Времени Нужно Для Для служения Никто не ограничивает Мы сами Просто себя В чем-то Может быть И ограничиваем Я вспоминаю Вот те 70-е годы 80-е годы Как были Проходили служения Хотя не было Так сильно Свободно Детские служения Нельзя было провести Вот Молодые братья Не могли проповедовать Как-то сразу Кто-то Где-то Что-то узнавали И уже власти Преследовали И просветиров Брали И предупреждали Что Нельзя этого делать И вот Когда заканчивались Собрания Это как бы уже Не относилось До собрания И после собрания Еще час-полтора Молодежь Там играли Пели И родители Вместе с ними И Как-то хотелось Быть там В собранию И Задумаюсь Бывает часто Почему так мы Быстро Вот это все Ограничиваем Вот два часа На этом все Хорошо Хорошо Что мы Уделяем Время Для Прославления И так дальше Но Мы видим Что Время Было По-другому Еще полтора Часа Или час После служения Хотелось И прославить Нашего Господа Помог бы нам Господь Чтобы нам Просто Подумать На собою Потому что Если мы Хочем Получить Спасение Мы должны В чем-то Ограничивать себя В чем-то Предупреждать себя Потому что Может Если кто-то Со стороны Нас предупреждает Нам может быть Это и не нравится Потому что Мы можем сказать Ты видишь себя Со стороны Или нет И Много раз Это бывает В нашей жизни И как бы С уважением Подходить Подходить Друг к другу Чтобы мы Понимали себя Понимали других И потому что Без этого Мы не можем Получить Вот это Спасение К которому Стремится Наша душа И тут написано Дальше Коринфянам 13 главе Что Не без чинства Не ищет своего Не раздражается Не мыслит зла Не радуется Неправде А сорадуется Истине Вот сколько раз Бывает Что Так Со стороны Смотришь Где-то Если есть Благословение То да Действительно Радостно Если кто-то Там Что-то Хорошее Есть Время Или что-то Хорошее Какое-то Деяние То Действительно Радуется Душа Но бывает Такое Что Драк Подсказывает Почему так А вот Почему У него Лучше Чем у меня Почему Он Его Может быть Как-то Даже В плоской Жизни Бог Благословляет Как бы Больше Чем меня И вот Такие мысли Подходят Дьявола Для того Чтобы нас Нас Сбить С пути Чтобы мы Не могли Контролировать Сами себя Меня Услучалось На работе Еще Когда Приехали Сюда Ко мне Попал на работу Один парень Молодой И И нам Давали работу И Он Все время Мне Вот такое Предсказание Давал Такое Мысли Свою Высказывал Что Вот Босс Ходен На На Гавайи Летает Мексику И так Дальше И я Много Раз Это Так Знаете Предупреждали Ну Зачем Ты Так Завидуешь Почему Ну Его Есть Время Его Есть Такая Ситуация Что Может Сделать Для Себя А Ты Пока Не Можешь Ну Не Завидуй Ему И За Чего Ты Это Делаешь Ты Вредишь Просто Себе Самому И Так В жизни Бывает Что Мы Просто Нас Не Понимаем До Конца Вот Это Никому Только Себе И Дал Богосподь Нам Вот Этой Мудрости Рассудок Чтобы Как Есть Написано Я Не Помню Точно Где Может Быть Притча Соломона Написано Что Есть Путевые Знаки Есть Написано И Как Важно Вот Плоской Нашей Жизни Вот Пришли Сюда Приехали Сюда В Америку Надо Было Каждому Пройти Вот Это Что Получить Лайсенс И Кто Как Я Даже За себя Скажу Я Вот Так Поверхностно Прочитал Вот Эту Теорию И Не Знал Потому Что Мне Казалось Что Все Вроде Б Я Знаю И Я Не Знал Потому Что Я До Конца Не Дочитал Вот Это И Как Раз Мне Попалось То Что Я Не Читал Но Другим Разом Я Уже Как Принял Вот Это Усилие Силы Набрал И Сдал И Вот Это Для Того Чтобы Вот Эта Жизнь Плоской И Теория И Практика И Мы Видим То же Самое Происходит В нашей Духовной Жизни Вот Теория Мы Так Много Слышим И Много Раз Принимаем Сердце Своем С радостью Принимаем И Как То Выходя Может Где-то Что-то Случает Такая Ситуация Что Мы Даже Не Поняли Как Могло Случиться Что-то Там Сказали Не Так Поступили Не Так И Так Дальше Или На Работе Или Ну Нет Раз Сиди И Много Раз Не Хватает Вот Этой Силы Даже Вот Дети И Мы Ходили В Каждый Кто Как И Потом Уходим В Жизнь Вот Что В Жизни Будет Мы Этого Не Знаем Это Все Закрыто Одно Никто Ничего Не Знает Пока Что Также В Нашей Жизни То же Самое Происходит Как Нам Получить Делай Сн Это Одно Но Практики Вы Каждый Знаете Что Получается Бывает Та Ситуация Которую Мы Не Ужидали То Самое Как Нужно Поступить Как Вырулить С этой Ситуации Чтобы Но Не Продать Себя Чтобы Не Потом Не Мучиться За Этим Что Ну Не Надо Было Так Сделать Надо Было По Другому Что Сделать И Помог Нам Спой Действительно Как Те Пья Дев Мудрых И Пья Неразумно Видишь Ситуация Была Настолько Как Бы Такая Неужинная Неужинная Для Неразумных Дел Потому Что Они Этого Не Ужидали Если Были Они Ужидали Что Придет Время Им Не Хватит Масла Наверное Более Серьезно Вникнули В Суть Своей Жизни И Сегодня То же Самое Время Мы Все Двигаемся Туда Знаете Как Здесь Написано Вы Бегите Все Потому Что Как В этом Мире Бегут Все Но Получает Только Один А вы Бегите Все Так Что В этом Движении Мы Должны Стараться Чтобы Получить Царствие Борис Чтобы Войти Туда Пяти Ворота И Я Хочу Пожелать Всем Нам Чтобы Нам Подумать Над собой Потому Что Сегодня Время Хорошее Для нас У нас Здесь Время Подумать И В любой Ситуации Чтобы Сделать Так Чтобы Не Сделать Себе Урон Как Те Девы Потому Что Ну Что Выйти Выйти На На Улицу И Где-то Куплять Но Мы Видим Что Может Они Купили Это Масло Может И Не Но Куда Они Возвращались Уже Двери Были Закрыты И Как Это Опасно Для Каждого Из Нас Чтобы Успеть Успеть Что Даже Кто-то Нам Сказал Или Какое Это Было Откровение Или Видение Или Пророческое Слово Что Еще Жить Нам Усталось 5 Или 10 Или 15 Лет Может С Одной Стороны Как Бы Нам Показалось Что Хорошее Время Для Нас Чтобы Исправить Себя Чтобы Поправить Свой Светильник И Идти Так Чтобы Не Споткнуться Уже Но С Другой Стороны Может Быть Совсем По Другому Люди Могут Подумать Что Я Еще Больше Зла Сделаю Больше Тому Еще Вреда Наделаю И Дал Господь Время Прийти Куда Уже Нельзя Купить Этого Масла Нет Выхода Потому Что За Каждое Наше Дело Сделанное Мы Дадим Отчет Перед Нашим Господом Оно Не Будет Не Пропадет Ничего Оно Не Будет Так Просто Что Если Мы Сто Раскаемся Или Там Тысячу Раскаемся И Как Есть Написано Ну Что Пользы Будет Мы Покаялись Сто А потом Сделали Сто Первый Раз Но Что Будет Для Нас Оно Будет Как Быть Нам Даст Преимущество В эти Царства Божьем Наверное Нет И Зато Учит Священное Писание Чтобы Вникать В него Учиться В нем И Чтобы Вот Это Слово Божие Чтобы Оно Было В наших Сердцах Чтобы Мы В Будущности Получили Ту Жизнь Вечную Потому Что Даже За тех Вот Дев Которые Неразумные Куда же Они Пошли Покупать Пришел Жених Готовые Вошли С ним На Брачный Пир И Двери Затворились После Приходят И Прочие Девы Говорят Господи Господи Отвори Нам Он Же Сказали Им Ответ Истин Говорю Вам Не Знаю Вас И Так Бодрствуйте Потому Что Не Знаете Ни Дня Нечаства Которые Придет Сын Человеческий И Он Поступит Как Человек Который Отправляя Чужую Страну Призвала Рабов Своих И Порчил Им Им Своё Одному Дал Пять Талантов Другому Два Иному Один Каждому По Его Силе И Тот Час Отправился Мы Видим Что Время Такое Что Для Каждого Из Нас Есть Задание Может Со Стороны Кариться Но У меня Нет Такого Такого Прямого Задания Как Б Сказать Но Я Думаю Что Есть Вот Хотя Один Талант Есть Какое Небольшое Что То Дело Сделать Вот Даже По Плоти На Церковь Нам Надо Его Как Содержать И Так Дальше И Надо Много Усилий Тоже Прилагать К Этому Чтобы Оно Состоялось Чтобы Оно Не Рассыпалось И Так Дальше И Тоже В Нашей Духовной Жизни Мы Много Стараемся Сделать И В Доме Римадел И Где-то Что-то Все было Чтобы Все было Красиво Но Задумывались Над Тем Чтобы Сделать Римадел В нашем Сердце Как Бы Хотелось Чтобы Вот Это Все Перестроить Себя Если Где-то Что-то Запинает Нас Чтобы Нам Был Прямой Доступ К Спасению Я Думаю Братья Все Служители Они Желают Это Приживают За Церковь Чтобы Для Хорошего Чтобы Получить Вот Эту Жизнь Вечную Потому Что Мы Каждый Дадим Отчет За Себя Каждый Пристанет Перед Судом И Что Мы Туда Скажем Столько Времени Мы Приходили Сюда В дом Молитв Столько Было Молитв И Так Дальше И Потом Остаться Как Бо Мне Двое Это Нажали Жаль Что Вы Так Слышите Дороги Братья и сестры Мы Зато Приходим Сюда Чтобы Молиться Друг За Друг А Чтобы На Рука Молитв Приносить Приносить Наших Всех Всю Церковь Для того Чтобы Было Все К Созиданию Я Напоминал Уже Чтобы Вот Это Сочетание И Проповеди И Хор И Пение Групп И Все Чтобы Было Знаете Порой Бывает Кажется Все Легко Я хочу Напомнить Еще Даже Для Операторов Потому Что У меня Бывает Так Переживание Просто Переживаю За Это Все Чтобы Не Сорвать Это Все И Много Знаете Хочется И Сказать Что Пусть Братья Меня Простят Но Бывает Хочется Сказать Напрямую Что Ты Неправильно Делаешь Но Потом Набираешься Сил Подойти Так Чтобы Не Обидеть Братья Потому Что Они Много Времени Уделяют Для Церкви Им Никто Не Платит Какую-то Лепту Они Просто Как Волонтеры Приходят Сюда И Для Нас Всех Чтобы Нам Было Удобно Что Братья Прямой Эфир Делали Это То же Самое Кажется Что Ну Это За Нашими Глазами Там Никто Не Видит Но Те же Кто Дома Или Может В Другой Стране Где-то Смотрят Нас Хотя Б Где-то Что-то Слово Божье Проникнуло Туда В те Страны И То Уже Будет Полезно То Что Мы Делаем И Дал Господь Чтобы Нам Молиться За Все Наши Братья Которые Операторы Не важно Где В каком Деле За Секьюрити За Все Чтобы Бог Дал Им Силы И Знаете И Терпение Надо Много Над Этим И Секьюрити Братьям И Так Дальше Чтобы Как-то У нас Сочеталось Чтобы Не было Как Знаете Так Жестоко Где-то Что-то Там Сказать Неправильно Знаете Меня Один раз Поразило Вот Это Я До Конца Не Понимал Этого Всего Но Зашел Один Молодой Парень Сюда К нам В церковь И Брат Один Его Оставляет И Говорит Вот Ты Короткая Там Рукава У тебя Почему Так Ты Приходишь Следующий Раз Не Приходи Знаете Мне Со стороны Казалось Почему Это Так Делается Разве Мы С Таким Уважением Подходим К этому Или Как Оно Я Не Знаю Правильно Это Неправильно Но Наверное Мы Не Должны Так Делать Мы Должны Привлекать Сюда Чтобы Молодежь Приходила Чтобы Им Было Тут Удобно Чтобы И И Мы Призываем Для Того Чтобы Наши Молодые Братья Брались За Какое То Дело Потому Что Работы Очень Много Чтобы Наши Служения Проходили Благополучие И Все Было И Все Было Настроено Даже Еще раз Напоминаю Даже Если Допустим Мне Пришли Операторы Наверное Все Были Удивлением Если Микрофон Где-то Выключился Мы Сразу Сразу Обращаем Внимание Почему Братья Жене Виноваты Ну Случилось Выключилось Сбилось Что-то С программы Они Жене Виноваты Но Нам Кажется Что Они Виноваты Может И Насколько Нам Надо Подумать Кого Винить Виноваты Дал Господь Силы Мудрости Я Буду Приходить В Закончение Простите Меня Может Что-то Я Не Так Сказал Простите Меня Но Я Как Вместе С вами Желание Мое Сердце Чтобы Мы Двигались Вперед Чтобы Не Останавливаешь Чтобы Никакое Дело Не Сбивалось С пути Но Чтобы Было Все Для Славы Нашего Господа Потому Что Мы Приходим Сюда Чтобы Имя Нашего Господа Было Прославлено Вот Вспоминается Когда Давид Приходил Столько Было Музыка Там Сверх Тысяч Орудий Было Представляете Когда Все Играли Что Там Творилось Какая Была Вот Эта Музыка Как Она Была Провозниться На Небу И Хотелось Чтобы И у нас Сегодня Все Было Для Славы Нашего Господа Чтобы Мы Настраивались На это Чтобы Дал Господь Силы Мудрости Каждому Девчон Занимается Чтобы Господь Благословил И дал Мудрости И страх Перед нами Молитва Давайте Мы склонимся Перед Насовым Господом Попросим Божьего Благословения И на Будущее Если Даст Бог Время Благоприятность Чтобы Нам Действительно Приобретать Это Масло Для Нашего Сердца Для Нашей Души Чтобы Приет Время Если Даже Жених Замедлит Если Иисус Христос Замедлит Потому Что Тысячу Дней У Господа Как Один День И Один День Как Тысячу Лет Как Мы Можем Определить Когда Он Может Прийти Сюда За Нашу Церковь За Нами Всема Но Есть Одно Но Мы Не Знаем Куда Наша Кончина Вот Это Важное И Дал Господь Чтобы Нам Все Вместе Всем Нам Служить Нашему Господу Пока И Время Благо Приятное Давайте Склонимся Аминь Служи